А вот Шер Остен не хочет поехать в Израиль, не хочет поехать на Мёртвое море, полечить суставы. Что же вы так не оценили? Коля, спасибо большое за такую презентацию. Хочу поделиться с вами, ну, то есть, открыть такую тайну. Я на самом деле тоже наполовину еврей. У меня мама бухарская еврейка, да? О, какой же вы наполовину. Здравствуйте, наш дорогой брат. А вот я чистокровная. Лариса Александровна, да. Лариса Александровна. Здесь мы все немножко, немножко все евреи, да? Википедию читали. Дорогой Владе, то, что вы пели пронзительно и... Вот, Шер, сразу чувствуется, что вы по-еврейски говорите. Вот вы начинаете искать, вот эти, вы сидите в красном квадрате и думаете, как же перед своими сейчас выпутаться? Как же выкрутиться, да, да, да. Так неудобно вышло-то! Почему не встала, а, моя мама? Нет, 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 я объясню, почему я не встал, Николай. Шер, изволь ты отмазку. Ой, я забыл, пропал, не успел. Я не скажу так, я не скажу, я объясню, я буду аргументировать. Я прошу прощения, вы меня простите, ради бога, да, но, тем не менее, говорить о своей боли там и так далее, ну, по крайней мере, перед выступлением, я не скажу, что это какая-то, ну, извините за грубость, это не спекуляция ни в коем случае, но... Я не поверил до конца. Вы не дожали до конца вот то, что вы заложили в эту вот историю, понимаете? Влад, Денис, слушайте, вы не дожали исключительно Шера. Не дожали для меня. Это субъективное мнение. Это субъективное мнение, да. Как мне кажется, говорит Шер, есть во всем этом выступлении некая продуманность. Вот не могу избавиться от этого ощущения. Вы очень готовый, вы очень готовый артист в том плане, что вы, вам слово, вы тут же два. Вы знаете, что отвечаете? То есть в этом плане вы абсолютный артист. Вы актерски хорошо подкованы. Это наше национальное качество. Окей.